В июле этого года министр просвещения Светлана Фадеева вышла с инициативой несколько по-другому распределять средства на обеспечение жильем детей-сирот. Вместо покупки готовых квартир она предложила реконструировать нежилые дома. Одним из первых для этой цели было выбрано заброшенное общежитие в поселке Ново-Терраспольский. Здесь будут проведены коммуникации и надстроен шестой мансардный этаж. Ни для кого не секрет, что в государстве достаточно много и после военных событий 92-го года в Бендерах, и в целом по городам и регионам нашей республики остались заброшенные здания, пустующие. В основном это общежития либо предприятий, либо общежития учебных заведений, которые на сегодняшний день обживаются или используются только людьми без определенного места жительства. И разрушаются, представляют опасность для людей. Такое решение жилищной проблемы позволит не только сэкономить деньги, но и обеспечить жильем гораздо большее число сирот, говорит заместитель председателя правительства по социальной политике. Но на реализацию данного проекта не сразу решились. Поначалу хотели сделать, как обычно, приобрести квартиры на местах. Но когда подсчитали, во сколько это обойдется и сколько квартир на выделенные средства реально будет приобрести, передумали. После реконструкции этого общежития дети со всех уголков республики смогут поселиться в 70 новых благоустроенных квартирах. Нужно сказать, что в этом здании будут в основном однокомнатные квартиры, но будет и определенное количество двухкомнатных квартир, так как люди из категории детей-сирот на сегодняшний день некоторые из них стоят в очереди по 20 лет. И, соответственно, они уже совсем не дети, у них у самих есть дети. И данные семьи подлежат обеспечению более большой жилой площадью. Планируется, что реконструкция общежития будет окончена осенью следующего года. Если такая схема окажется эффективной, власти намерены применять ее и дальше. Алла Чумаченко, Олег Коваленко, Первый Приднестровский телеканал.